Тема урока «Лимфатическая система». Мы знаем, что внутреннюю среду организма образует кровь, лимфа и межклеточная тканевая жидкость. Между этими жидкостями постоянно происходит обмен, поэтому их состав имеет отличие. Лимфа состоит из жидкой части и форменных элементов. В состав лимфы входят белки, глюкоза, минеральные вещества, жиры. Количество белков и жиров в значительной степени зависит от приема пищи и количества выпитой воды. Состав ионов и их количество такой же, как и у плазмы крови. К форменным элементам лимфы относятся лимфоциты в меньшей степени макрофаги. Взаимодействие крови и клеток осуществляется через тканевую жидкость, которая омывает все клетки. Между клетками и тканевой жидкостью постоянно происходит обмен веществами. Там же между клетками начинаются слепо замкнутые капилляры лимфатической системы. Как только жидкость поступает в капилляры, межклеточная жидкость становится лимфой. Количество лимфы в теле человека приблизительно 1-2 литра. Постоянное перемещение жидкости имеет важное значение. Например, поддерживается постоянство физических и химических свойств организма. Это постоянство сохраняется даже при очень сильных внешних воздействиях. Саморегуляция, способность внутренней среды организма сохранять постоянство своего внутреннего состояния, называется гомеостазом. В понятие гомеостаз входит поддержание химического состава внутренней среды, а также физических параметров. Например, температура, частоты сердечных сокращений, дыхание. Поддержание этого постоянства необходимо для нормальной работы всего организма. Лимфатическая система организма выполняет ряд важных функций. Она является системой дополнительного оттока межтканевой жидкости от органов. Лимфатические узлы, встречающиеся на пути оттока жидкости, являются биологическими фильтрами, в которых обеззараживаются и задерживаются чужеродные элементы и микроорганизмы. В лимфатических узлах созревают и попадают в кровь Б-лимфоциты, вырабатывающие антитела. Всасывание жиров из тонкого кишечника происходит в лимфатических капиллярах. Капилляры кровеносной системы не способны пропустить из межклеточного пространства крупные молекулы белков, поэтому сначала они попадают в лимфатический проток, а затем в кровеносный сосуд. Разберем строение лимфатической системы. Своё начало лимфатическая система берет от капилляров, пронизывающих все органы ткани. Стенки капилляров образованы одним слоем примыкающих к окружающим тканям клеток. В стенке капилляра имеется большое количество пор, через которые происходит отток межклеточной жидкости. Капилляры укрупняются, образуя сначала мелкие, а затем более крупные сосуды. Они сливаются в грудной лимфатический проток, впадающий в подключичную вену. Лимфа таким образом объединяется с кровью. Большое значение для организма человека имеют лимфатические узлы. Лимфатический узел – периферический орган лимфатической системы, выполняющий функцию биологического фильтра, через который протекает лимфа, поступающая от органов и частей тела. Лимфатические узлы имеют овальную или бобовидную форму и размеры от 0,5 до 0,5 мм, образованы соединительной тканью. Притекающая лимфа приносит чужеродные антигены, которые попадают в нее из межклеточной жидкости. Макрофаги и Б-лимфоциты проводят реакции иммунного ответа, то есть осуществляют фагоцитоз, захваты переваривания твердых частиц и образуют антитела. Лимфоузлы располагаются гроздьями около кровеносных сосудов, таким образом, чтобы быть на пути инфекции. Обнаружить их можно в локтевом сгибе, в подмышечной впадине, в коленном сгибе, а также в паховой области. Лимфоузлы шеи обеспечивают защиту от инфекций и опухолей головы и органов, расположенных в области шеи. Огромное количество лимфатических узлов находится в брюшной и грудной полости. Что способствует движению лимфы? В лимфатических капиллярах имеются клапаны, которые могут открываться и закрываться, пропуская межклеточную жидкость внутрь капилляра. В организме непрерывно происходит образование межклеточной жидкости. Ее давление больше, чем давление лимфы в лимфатических сосудах, поэтому межклеточная жидкость поступает в капилляр. Другой причиной движения лимфы является присасывающее действие грудной клетки во время вдоха. Сокращение гладкой мускулатуры стенок лимфатических сосудов и сокращение скелетных мышц – это третья причина движения лимфы. Обратному току жидкости препятствуют полулунные клапаны, располагающиеся по ходу сосудов. Итак, на уроке мы узнали, что в состав лимфы входят белки, глюкозы, минеральные вещества, жиры, вода, лимфоциты, макрофаги. Химический состав лимфы зависит от количества воды и пищи, принятой человеком. Постоянное движение лимфы в организме поддерживает его гомеостаз. Лимфатическая система выполняет ряд важных функций. Удаляет избыток воды из тканей, фильтрует микроорганизмы и чужеродные элементы, транспортирует жиры и крупные молекулы белков. Движение лимфы однонаправленно начинается в межклеточном пространстве и заканчивается в кровеносной системе. Лимфатический узел – это биологический фильтр. Движению лимфы способствует непрерывное образование жидкости в организме, присасывающее действие грудной клетки во время вдоха, сокращение гладких мышц лимфатических сосудов и скелетных мышц.